Здравствуйте! Ну вот, в прошлый раз я вам рассказывал, как начался для нас 20-й век. Начинался он очень тяжело. Видите, вот войной, мировой войной, потом гражданской войной в России. Для нас, для россиян это очень важно. А потом было такое очень тяжёлое время, о котором хочется, конечно, отдельно поговорить. Вот это вот межвоенное время. Вторая мировая война, про которую вы, я надеюсь, более-менее хорошо знаете. Всё-таки в нашей стране как-то вот память о Великой Отечественной войне сохраняется, более или менее молодёжь ориентирована. Вот спроси детей, когда была Великая Отечественная война. С 41-го по 45-й, да? А когда была Вторая мировая война? Вот с 39-го года по 45-й. А когда была Первая мировая? Ну, 1812-го, мне говорят. Вот про это вот уже не знают. И теперь ещё один момент, который, он такой, знаете, не очень яркий, поэтому про него молодёжь не очень знает. Что было после Второй мировой войны? Видите, вот у нас мировое равновесие и гарантированное взаимное уничтожение, взаимное устрашение. Вот когда закончилась Вторая мировая война, мир был уже совсем другим. До Второй мировой войны, возможно, было ещё, например, существование государства, Германия, которое провозглашало в качестве своей основы расовые принципы, да, например, да, вот так вот. Российское, официально российское государство в Европе существовало, и с ним как-то вот мирились, да, понимаете. А вот после Второй мировой войны такое уже было очень непопулярно. Если где-то кто-то разделял людей по расовому признаку, как в Южноафриканской республике, это уже вызывало всеобщее отторжение в мире, да. Значит, что же случилось в результате Второй мировой войны? Ну, во-первых, в области техники, это очень важный элемент, вот, как говорится, в марксистском духе материя первична, сознание вторична. Так вот, появилось ядерное оружие. Ядерное оружие, мощное оружие, всем оно представлялось очень таким вот универсальным, разрушительным, хотя таковым на самом деле не является. Ну, подумаешь, очень мощные взрывные устройства, которые способны одним взрывом уничтожить целый город. Ну и что? Ну и что? Причем небольшой город. Все-таки Хиросима, Нагасаки, которые вот в реальной жизни были поражены ядерными ударами, они в небольшие города были. Ну, это ладно. Но, тем не менее, такое оружие появилось, оружие устрашения. Это первое. Второе. Страны-победители, держава-победительницы, свободолюбивые нации создали организацию вот этих самых свободолюбивых наций, которая называлась Организация Объединенных Наций. У истоков ее создания стояли основные страны антигитлеровской коалиции, Россия, Советский Союз, простите, Великобритания, Соединенные Штаты, Франция к ним тоже примыкала. И в этой Организации Объединенных Наций у ней была своя структура. Значит, в нее входят все, большинство стран мира. Ну, надо, конечно, туда заслужить того, чтобы вас туда приняли в Организацию Объединенных Наций. То есть, это должно быть признанное государство. И вроде как вот таким уже официальным лейблом, что да, государство состоялось, это прием его в Организацию Объединенных Наций. В Организации Объединенных Наций вот эти ведущие державы, державы-победители создали так называемый, значит, Совет Безопасности. Он должен собираться, действительно собирается по наиболее острым проблемам. В Совете Безопасности, значит, основные державы-победительницы, Советский Союз, а теперь это Россия, Соединенные Штаты, Великобритания, Франция и Китай. Китай тоже был державой, которая воевала во Второй мировой войне против Японии. То есть, на стороне вот стран антигитлеровской коалиции, в том числе Советского Союза. Они обладали правом вето в этом Совете Безопасности. Совет Безопасности, это постоянный член Совета Безопасности, и в него еще регулярно делегируются несколько стран из общего списка, участвуют в заседаниях Совета Безопасности, чтобы это не был какой-то замкнутый такой кружок. Но страны обладают правом вето. Если что-то не нравится в решении, ущемляет интересы державы, одной из держав-победительниц во Второй мировой войне, то, значит, против них. Основы послевоенного мира, как вот это вот называлось долгое время, еще в 70-й год, так называли, были заложены на Ялтинской конференции. Ялтинская конференция, это после освобождения Крыма от немецких оккупантов, в Ялте была проведена трехсторонняя конференция. Советский Союз, Великобритания и Соединенные Штаты. Главы государств на ней присутствовали. И решено было, были приняты решения по поводу послевоенного устройства Европы. Вот у британцев была одна проблема. Дело в том, что Британия во Вторую мировую войну вступила, то есть объявила войну Германии после того, как Германия напала на Польшу. То есть Великобритания объявила себя гарантом польского суверенитета. А Россия имела претензии, Советский Союз, простите, не Россия, Советский Союз имел претензии на часть территории Польши. Как вот тут быть? Основной союзник, основной член антигитлеровской коалиции, вынесшей на своих плечах основную тяжесть войны, в плане человеческих потерь это совершенно очевидно, в плане разрушения на своей территории тоже совершенно очевидно, требует превращения своей территории. Тем более, что требует превращения своей территории, знаете какое? Когда была создана независимая Польша, это, кстати, польский вопрос, после Первой мировой войны она была создана, британский такой лорд Керзон, ну, по крайней мере, его именем это называется, такая работа, была проделана некая работа под его патронатом, которая определяла наиболее оптимальную, наиболее справедливую границу, восточную границу Польши. То есть, дело в том, что в ту пору Польша была разделена между тремя державами, вот территорией современной Польши между Германией, Австро-Венгрией и Россией. Так вот, часть территории, которая входила в состав России, она вот непонятно была, что ее к Польше прирезать или оставить за Россией, потому что там не преобладало, скажем так, польское население. И вот линия Керзона как раз и вот эту вот такую вот разграничительную линию, справедливую, в общем-то говоря, ее так вот после войны признавали очень справедливой, она обозначала. После окончания Гражданской войны за Польшей оказалась несколько большая территория, чем была, значит, до этого. Значит, за линию Керзона на восток отошла. То есть, эти земли Советский Союз решил себе вернуть. А как быть тогда с Польшей? Великобритании же гарант суверенитета польского. Ну, решили поделить еще часть территории Германии. Восточную Пруссию. Вот город Калининград, Калининградская область, да, это вот кусочек Пруссии, Кенигсберг, столица Восточной Пруссии, это вот она. Да, вот она досталась России. Часть этой территории досталась Литвея. Например, город Клайпеда, это бывший немецкий город Мемель, да, вот который входил в состав этого вот Кенигсберга. Ну, и часть другую Пруссии отдали Польше. Вот как в компенсации тех потерь, что вот она, той земли, которую она вынуждена была передать Советскому Союзу. Ну, вот такая вот история вышла с границами Польши, с послевоенным устройством. То есть, что произошло? А аннексии и контри... Аннексии. Слово такое аннексии и контрибуции. Советское правительство после окончания Первой мировой войны выступало за мир без аннексии и контрибуции. Но ничего не вышло. России пришлось Германии выплачивать контрибуцию. России пришлось формально уступить Германии часть своей территории после Первой мировой войны. Правда, она ее себе потом вернула в ходе Гражданской войны. И после поражения Германии наши бывшие союзники в этом деле позаботились, лишили Германию ее приобретения на Востоке. Вот так вот получилось. Ну, так аннексии сразу начались. Это не очень симпатично, правда? Германия должна была выплачивать репарации. Вот Советский Союз получал репарации. Например, в качестве репарации получили программу конструкторские проработки. Наверное, часть оборудования тоже для нового автомобиля «Опель Кадет». Тогда это назывался он. Это первый наш автомобиль «Москвич». Это была его реинкарнация на нашей почве. Завод имени Ленинского комсомола в Москве был построен. Или Московский завод малолитражных автомобилей тогда он назывался. Это вот, так сказать, трофейное предприятие компенсировало наши потери во время войны. Ну, надо сказать, что опять началось то же самое, что началось, что всегда было на европейском континенте. Наши западные, скажем так, партнеры противодействовали усилению России и в том случае Советского Союза. Сдерживание, отбрасывание коммунизма. Такая вот была такая тенденция. Вроде как коммунизм. Тогда Советский Союз был коммунистический. У коммунизма было много, скажем так, нехороших поступков. С очень многими плохими вещами коммунизм ассоциировался в ту пору и у нашего населения, особенно старого, который пережил революцию, и у западного населения, которое про это все знало и слышало. Это вроде как можно было объяснить, но вроде союзники мы были. Мы были в хороших отношениях. И, честно говоря, Советский Союз стремился эти отношения сохранить, здраво отдавая себе отчет, что устраивать еще сейчас продолжение Второй мировой войны, второе действие, скажем так, нет никакого смысла. Устраивать сразу, не отходя от кассы, Третью мировую войну. Ну, экономика устала, тем более, что если мы выиграли эту войну, мы выиграли ее в союзе, значит, с Соединенными Штатами, и американская промышленность работала и на нашу оборону тоже в тот момент, поставки были, значит, поставок этих не будет, все будет против нас играть. И вообще, народ устал, огромные потери были, страна, западная часть Советского Союза разрушена, по ней два раза прокатилась война в ту и другую сторону. Конечно, Советский Союз стремился к какому-то такому попыткам мирного сосуществования. И он делал уступки. А во время войны, еще в самом начале войны, в 41-м году, Советский Союз и Великобритания оккупировали Иран, с тем, чтобы он не попал в руки прогерманских сил. В ту пору Ирак, сосед Ирана, он был, возглавлялся прогерманским правительством. Но он повозглавлялся и потом перестал возглавляться. Ну, а Иран был оккупирован. Через Иран шли поставки Советскому Союзу, из Персидского залива, тут рядом Индия. Из Индии Британия нам помогала, помощь. Были проложены дороги через Иран. О, тетя моя проектировала эти дороги. Кстати говоря, вот так вот. А потом, когда-то после, она проектировала кольцевую дорогу МКАД. Ну, участвовала. Не главный конструктор, а просто один из проектировщиков была. Вот по этим дорогам нам поставлялась помощь. Так вот, когда война закончилась, был такой уговор между Советским Союзом и Великобританией, что увезти свои войска из Ирана. А в Иране, видите ли в чем дело, часть Ирана, туда вот как раз, северо-запад Ирана, он называется так вот, ну, по большому счету, называется он Иранский Азербайджан. И вообще, честно говоря, большая часть граждан азербайджанской национальности, лиц азербайджанской национальности, проживала за пределами Советского Союза, за пределами Азербайджанской Советской Социалистической Республики в Иране. И что бы не присоединить вот этот вот кусочек Ирана к Азербайджану? Логично. Логично. Что бы не присоединить? Тем более, что вот тут вот присоединили к России Кенигсберг, который, честно говоря, никогда в Россию не входил. Вот. А это как-то, ну, что там разбираться? Когда-то ведь Азербайджан не входил в Россию, ну, в 20-х годах 19 века после войны между Россией и Ираном, значит, Россия победила, вот, прирезали этот кусочек. Вот. Как это, Шамахинское царство, что ли, как так, например, и называлось? Или ханство Шамахинское. Вот. Прирезали. То, что бы еще прирезать. А там, естественно, во время присутствия советских войск там велась пропаганда, там, значит, развивалась своя, значит, организация национальная, коммунистическая. Ну, все было на мази. И Советский Союз, тем не менее, решил на обострение не идти. Увел оттуда войска, бросил на произвол судьбы, вот, своих, тех, кто его поддерживал. Ну, наверное, кто-то уехал в Азербайджан, я так думаю. Ну, вот он пошел навстречу. И Советский Союз, честно говоря, думал так, вот, ну, нормальная дипломатия. Мы уступаем, и вы уступаете. Договорились? Договорились. А, как всегда, вот, знаете, вот губит нас чего? Вот такие вот купеческие замашки. Как поступает купец? Договорился? Дал честное купеческое слово. Все, держи его, хоть тресни, да? Бумажки это дело не наше, не купеческое, мы ничего не понимаем, неграмотные, да? Ну, вот такой подход такой, купеческий такой подход. Честный такой, купчина с бородой. Вот, вот так себя повел тогда Советский Союз. То есть, в общем-то, правильно, нормально, так мы ожидаем, что, ну, мы хорошо, и вы к нам хорошо. И ожидал-то он неких смягчений позиции Запада относительно Германии. А дело в том, что Германия, она оказалась разделена после войны на оккупационные зоны. И одна из оккупационных зон, значит, их было четыре, британская, американская, французская и советская. Вот на территории Советской оккупационной зоны находился Берлин, в нее входил Берлин. И Берлин был, опять же, разделен тоже на три зоны, на три подзоны, так как говорится. И дело все катилось постепенно к разделению Германии на два государства. Так потом и вышло. Западная Германия и Восточная Германия, так мы их называли в обиходе. А так, Федеративная Республика Германия и Германская Демократическая Республика, ГДР. Первое государство рабочих и крестьян на немецкой земле. Так вот мы говорили. В конец 40-х, начало 50-х годов, это всякие кризисы из-за Берлина, недопонимания. Всегда бы это происходили. Причем тут трудно сказать, трудно назвать Советский Союз виноватым или единственным виноватым. Ну, например, когда в Западный Берлин были осложнены доставки продовольствия из Западной Германии, в межпрочем, советские оккупационные власти обеспечили карточками населения Западного Берлина, и они могли отовариваться в Восточном Берлине по нормам, которые больше были, чем в Западном секторе. Там все по карточкам было после войны. Ну, западные оккупационные силы воспрепятствовали тому, чтобы Советский Союз кормил Западный Берлин, обострили ситуацию. Ну, короче, вот с этого и началась Холодная война. Знатоки вот как-то вот говорят, что вот такое вот добродушие Советского Союза, который, значит, отказался от своей доли в Иране, которую он мог бы получить, в принципе, я что, взял, пользуйся, да? Тем не менее, вот как-то вот не пошли нам навстречу в Европе, в Германии. С этого началась Холодная война, противостояние. Очень быстро Европа разделилась на два военных блока. Блок НАТО, Североатлантический блок, да? Норд-Атлантик, да? Вот этот Североатлантический оборонительный блок. Ну, и Советский Союз со своими странами, союзники, странами-сателлитами, да, создал Восточный блок, Варшавский договор, так он назывался, то, что в Варшаве он был подписан. Нужно сказать, что на территории вот этих вот стран Восточного блока, а я могу вам все их назвать, Польша, Германская Демократическая Республика, ГДР, АПНР тоже была Польская Народная Республика, ВНР, Венгерская Народная Республика, ЧССР, Чехословацкая Социалистическая Республика, Румыния, уж не помню, как она правильно называлась, Болгария. Вот это были страны, связанные вот с Советским Союзом. Коммунисты победили еще и в Югославии, они там в Югославии ввели активную партизанскую войну против немцев во время оккупации, во время Второй мировой войны, пользовались огромным авторитетом, и они как-то не очень нуждались в поддержке Советского Союза, да, занимали независимую позицию. Возглавлял в ту пору Югославию Иосиф Бростито, вот такой тамошний партийный деятель, создатель той Югославии, которая после его смерти в 80-е годы вот постепенно развалилась. И началась там война всех против всех. Да, вот печальные такие вещи были. Ну, про это вы, наверное, знаете, про югославские все эти события печальные, конца 20-го века. Вот, и этот блок огромный был, и в промышленном отношении был, весьма ничего, мог себя обеспечить сельскохозяйственной продукцией, и, в общем, был такой небольшой мир, население которого приближалось к полумиллиарду. Некоторое время в него входил, в этот социалистический лагерь, входил еще и Китай, Китайская Народная Республика. Вот, в ту пору она входила, в ту пору начала, значит, Холодной войны, значит, Китай тоже был нашим близким союзником. Холодная война, что это такое? Значит, вот система взаимного устрашения ядерного оружия. Советский Союз очень быстро создал свое ядерное оружие. Как говорят теперь, значит, ему помогли, помогли физики, работавшие в Соединенных Штатах над созданием ядерного оружия. Они все были антифашисты, многие из них были гражданами еврейской национальности, и они очень сочувствовали Советскому Союзу, который вел освободительную войну на востоке Европы и освобождал, значит, концлагеря, спасал евреев от уничтожения, значит, в немецких концлагерях. И вообще физики вообще такие были люди, ну, либерального толка. Они считали, что это страшное ядерное оружие, которое они сейчас создают, оно должно принадлежать всему человечеству. Оно просто должно служить гарантией, вот, отсутствие, значит, войны, значит, Энрико Ферми, итальянский физик, кстати, женатый на еврейке тоже, он считал, например, что надо вот создать ядерную бомбу, созвать представителей всех держав на каком-то необитаемом острове и продемонстрировать им вот взрыв ядерной бомбы, вот, показать, какая силища есть, да, вот. Ну, по крайней мере, Советским Союзом необходимо поделиться секретом, да, ну, и поделились, да, поделились они секретом, советская разведка нашла к ним дорожку, путь, желание у них было поделиться. И они поделились. Ну, правда, наши физики, когда создавали, я вот с ними так вот иногда общался, они уже были тогда весьма пожилого возраста, и как раз пошли разговоры, что советская ядерная бомба, она, так сказать, вот, ну, украли ее американцев. Они говорят, да нет, мы работали совершенно самостоятельно, да, это мне говорил академик Флеров, вот, создатель, значит, ядерной бомбы. Один из ее идеологов, в первых, они самостоятельно абсолютно работали. Выяснилось, что таки да, действительно работали самостоятельно. Просто была такая должность главная теоретика. Главная теоретика Курчатов Игорь Васильевич, это был единственный человек, который был допущен к знакомству с вот этой вот разведанной информацией. Потому что начни ее, значит, доверять, значит, большому количеству населения, то есть, большому количеству засекреченных физиков, все равно это потихонечку вот станет известно, что есть какой-то канал поступления секретной информации из США, из Лос-Аламоса, из секретного города, делая вот эту атомную бомбу. И он с этим знакомился, то есть, мотал себе на ус. А так он был главный теоретик, вот он на всех совещаниях участвует, и он мог подсказать. Он мог подсказать просто потому, что он читал, он знал, чем все кончится, да? Понимаете как? Вот так вот теперь объясняют, почему все физики и разработчики ядерного оружия советского ничего не знали про американский ядерный проект. Был только один человек, главный теоретик, который был допущен к разведывательным данным. Вот так вот. Так нам теперь объясняют. Хотя как было на самом деле, кто его знает, это же все секретно до сих пор, я так думаю. Так вот, значит, Советский Союз тоже имел ядерное оружие. Значит, победить его, не получив удар по своей территории, нельзя. К концу 50-х годов в Советском Союзе появились межконтинентальные баллистические ракеты. И Советский Союз их испытал. Да. Кстати, как Запад узнал про советскую ядерную бомбу? Он узнал про нее более-менее случайно. Мы не объявляли об этом. Мы, Советский Союз. Значит, над Ледовитым океаном летал бомбардировщик американский, собирал пробы воздуха. И вот в этих пробах воздуха оказались радиоактивные частички, радиоактивная пыль. Где-то там на полигоне в степях советских, где-то под Семипалатинском, вот эта пыль поднялась в тротосферу, ее принесло вот в Арктику. Вот они поймали. Что значит, что в Советском Союзе, видимо, вывод такой, ну, знают, так сказать, розу ветров, движение, произошло ядерное испытание. Ну и потом в Советском Союзе, значит, в газете «Правда» была опубликована статья, значит, секреты ядерного оружия больше не существует. Вот у нас в Советском Союзе было, значит, произведено ядерное оружие. Все. Секреты этого больше не существует. Для всех это было очень важно, для населения так вот это поднимало дух. Так вот, к концу 50-х годов у нас разработали баллистическую ракету, которая могла доставить груз полезный, то есть вот эту ядерную бомбу, в любую точку земного шара. Испытали ее, запускали с Байконура, и, значит, боеголовка падала, значит, на полигоне на Камчатке. И об этом сообщение ТАСС было. ТАСС уполномочен заявить, что в Советском Союзе разработана и успешно испытано межконтинентальная баллистическая ракета. А американцы комментируют, это вымысел, это блеф. Дело в том, что мы во все глаза следим за советским ракетным полигоном Капустин-Яр, а тут никаких запусков не было. Это вымысел. А дело в том, что в такой большой тайне был построен полигон Байконур, вот этот вот космодром, откуда космонавтов запускают наших космос, что об этом никто не подозревал. Даже он от настоящего населенного пункта Байконура находится на огромном расстоянии, и рядом с ним место называется Тюратам, на самом деле. Вот, и некоторые его называли космодром Тюратам, была даже путаница, у нас тут два космодрома, Байконур и Тюратам, да нет, это одно и то же. В общем, вот так вот сумели засекретить, разведка американская не знала о существовании. Нужно было показать, что у нас есть ракета. А как? Чтобы они знали, что мы, если война будет, мы сможем там по Нью-Йорку, по Вашингтону запустить, значит, ракеты с ядерными боеголовками. Собрали, значит, ученых посоветоваться, что делать. Ну, это опять тоже легенда, очень правдоподобная. И вот один из ученых, такой физик-теоретик, Яков Борис Зельдович, предлагает, такой крупный такой советский физик-теоретик, давайте, говорит, запустим ракету с ядерной бомбой в сторону Луны. Она на Луну упадет, будет ядерный взрыв, ну и все увидят, что вот у нас есть средства доставки ядерного оружия, даже на Луну. Ну, ракетчики, они трезво оценивали возможность своего, значит, детища. Например, когда стали реально к Луне пускать, значит, лунники, как мы называли, искусственные, межпланетные космические станции, первый раз вообще промахнулись по Луне. Со второго раза только попали, а первый раз она улетела куда-то, стала спутником Солнца, эта станция. Вот, Луна-1, вот так вот, она должна была попасть в Луну. Вот, а решили ракетчики сделать шар алюминиевый полированный, ну, на него поставить кое-какую аппаратуру, передатчик, и так появился первый советский спутник, вот они его запустили. Он летал, он блестел, шар, вот когда на Земле уже темно, он там над верхними слоями атмосферы летит, его солнышко освещает, Земли хорошо видно, все ликуют, приветствуют, советский спутник пролетел. И так вот все узнали, что у нас тоже есть баллистическая ракета, способная вот доставить полезную нагрузку в любую точку земного шара. Так и началась эпоха вот этого вот сдерживания. Что бы ни делали Соединенные Штаты, воюют ли они во Вьетнаме, еще где-то Советский Союз, да, поддерживает Вьетнам, да, душой на его стороне, но военным порядком выступить не может, потому что это спровоцирует войну между Советским Союзом и США с нанесением ядерных ударов по территории друг друга. Советский Союз, например, вторгается в Чехословакию, Запад должен это проглотить, хотя, конечно, осуждает, да, было такое вторжение в Чехословакию, там, значит, Пражская весна, 69-й год, 68-й, 69-й, да, 68-й все-таки это был год, Пражская весна, пошатнулся социализм в Чехословакии, мы решили его подправить. Мы, это, конечно, не я лично, а Кремль, значит, Верховное Советское Партийное Руководство, вот туда были введены войска советские, ну, стран Варшавского блока, все страны туда, значит, свои контингенты прислали и навели какой-то вот старый порядок, вот так вот сказать, да, все. Вот эта вот система была очень высокотехнологична, постоянно совершенствовалась, постоянно возрастает нагрузка ядерных ракет, можно уже поднимать не одну боеголовку, а несколько боеголовок, то есть каждая боеголовка самостоятельно наводится на цель. А, значит, стали разрабатывать противоракетную оборону, то есть вот на финальном участке траектории, когда уже к целям стремятся вот эти боеголовки летят, их надо перехватить, быстрой-быстрой ракетой с огромной скоростью летящей, она должна сбить эту боеголовку, да, попасть в нее. Вот такие стали проекты противоракетной обороны, про самая такая секретная часть вооруженных сил противоракетной обороны. И у них, и у нас. Как быть? К 70-м годам уже уровень противостояния достиг больших высот. Считалось, что все цели на территории США и все цели на территории СССР в случае войны, все маломальски значимые цели, могут быть поражены с помощью ядерного оружия. Это вообще давало гарантию отсутствия войны, в принципе говоря. Но ум, мозг продолжал работать разработчиков. Во-первых, разработчики пытались разработать что-нибудь в плане противоракетной обороны. Что-нибудь такое, что позволило бы уничтожать нападающие ракеты, да, падающие на цели ракеты, да. Но не получалось ничего. Можно уничтожить ракету. Вероятность существует, но маленькая. Маленькая вероятность. Значит, очень большая вероятность, что ракета попадет на город. То есть большинство целей все-таки были бы уничтожены, несмотря на противодействие противоракетной обороны. А американцы из этого сделали такой вывод. Мы увеличим таким образом с помощью противоракетной обороны живучесть своих ядерных сил. Будем их позиционный район защищать вот с помощью противоракет, да. Ну, все-таки, хотя в небольшой процент дополнительно, но выживет, да. Ракет, которые находятся в шахтных пусковых установках, они малоразмерные, высокопрочные. Хоть кто-нибудь да выживет, да. Но города бесполезно защищать. Все равно выничтожат, если захотят. Вот как вот получилось. И обе стороны поняли, что это тупик. Во-первых, больше всех в мире ядерного оружия именно СССР у США было. И бремя вот этих расходов несут именно эти две страны. Были еще ядерные державы. Франция, Великобритания. Ну, на случай такой, что вот случилась война между СССР и США. Ну да, но не будут СССР и США друг против друга ядерное оружие применять. А вдруг бабахнут по нам? Ну, в СССР. А у нас есть свое средство ядерной защиты. И мы тогда, значит, нанесем удар возмездия. Не будет за Лондон Соединенные Штаты мстить Советскому Союзу? Не будут. Как пить дать? Не будут. А вот Советский Союз вот такую вот подлянку сыграет и все, да. Ну, ударит по нам, по, так сказать, британцам. Америка за нас даже не заступится. Потому что будет бояться получить удар по своей территории. Ну, вот. Вот так вот. Всяк о себе думает, да. Свой-то пальчик больнее, чем чужой, да. Вот так вот рассуждали британцы, французы. У Китая получил свое ядерное оружие. Ну, Китай это отдельный разговор. У нас как-то с Китаем во второй половине 20 века не сложились совершенно отношения. Ему ядерное оружие было для защиты и от Советского Союза нужно. То есть, как оружие возмездия это все понималось. И от Соединенных Штатов. Ядерное оружие всегда воспринималось как оружие возмездия. То есть, вы на нас нападете, мы по вам ударим. И причем даже говорились такие разговоры. Вот мы применим ядерное оружие только в том случае, если против нас применить ядерное оружие. То есть, это делало вообще ядерное оружие, тем более в таком огромном количестве, которое было бессмысленным. Начались переговоры. Называлось это ОСВ, ограничение стратегического вооружения. Или по-английски это была аббревиатура СОЛТ. А стратегический там как-то, или лимит там и так далее. Ну, СОЛТ. СОЛТ не гоушейшен. А у нас были, значит, переговоры и договоры ОСВ. ОСВ-1, ОСВ-2. Ну, по которым ставились ограничения для количества боеголовок, предусматриваются средства проверки. В том числе проверки со спутников всего этого, значит, оборонного потенциала. Кстати, идея разоружения, уничтожить ядерное оружие, появилась еще во времена Никиты Сергеевича Хрущева. То есть, в конце 50-х, начале 60-х годов. Но она не получила развития. Почему? Потому что Америка говорит, да, давайте уничтожим. Ну, вот представьте себе, вот мы вроде как уничтожили, а вы себе одну маленькую бомбочку оставили, спрятали. Нужны средства проверки, да? И вот нам это вот, СОСВ считал, что мы сказали честное слово, да? Значит, значит, мы уничтожим. А Америка говорит, давайте проверять. Не верим. И вот на этом сломались. Вот тогда эти переговоры зашли, так сказать, в тупик в начале 60-х годов. А в 70-х годах, к концу 70-х годов уже вовсю шла разрядка, детант называли это. Это французское словечко, детант, разрядка. Разрядка началась. Снизился уровень противостояния между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Но в это время голова-то работала у теоретиков военных. А не военные теоретики, вот как думали. А ведь военный теоретик, он должен вот всякие варианты просматривать. А что будет, если так, да? Вот плохо тот генеральный штаб, который не делает планов войны на любой случай, да? Хоть с марсианами, да? Должен быть план войны, да? Вот, говорят, что у американского генерального штаба в настоящий момент есть планы войны с Великобританией, с Францией, да? Ну, на всякий случай, да? Хотя Великобритания и Франция, вот как, не видятся их противниками, а их, скорее, союзниками. Вот, ну, вот, все равно нам о чем не написать план войны. Вот, и план будущей войны теоретики разрабатывали. Как вот можно так вот воевать, чтобы победить в ядерной войне? Ну, видят ли, в чем дело, они говорят. Вот, давайте моделировать. Вот одна страна хочет нанести удар по противнику. Как она это будет делать? Она ударит прежде всего по средствам доставки ядерного оружия. По шахтным пусковым установкам, раз. Постарается уничтожить подводные лодки с ядерными ракетами на борту, которые в океане, два. И те места, где, значит, базируются бомбардировщики с ядерными бомбами, три. Значит, нанесение упреждающего удара. Нужно сделать так, чтобы предающий удар противник не смог нанести. Значит, как только поступает информация, так теоретики рассуждают, о том, что противник применил ядерное оружие, тут же в автомате мы применяем против него ядерное оружие. Это называется концепция ответно-встречного удара. Вот это была последняя концепция эпохи, так сказать, гонки вооружений, на чем, собственно говоря, гонка вооружения и заканчивалась. Впрочем, гонка вооружения закончилась на неком комическом эпизоде. Сейчас он воспринимается как комический. Обозвали этот эпизод «Звездные войны». В ту пору Соединенные Штаты возглавлял такой очень пазантный президент, президент Рональд Рейган. В прошлом он был голливудским киноактером, очень хорошо говорил, очень любил рассказывать с трибуны анекдоты. В интернете вы можете найти вот видеоролики с тем, где Рейган рассказывает анекдоты, причем, так сказать, советские анекдоты про советскую жизнь. Он очень так вот хорошо, приятно говорит. Ну, актер, голливудский актер. В кино играл. Я один фильм, с его участием даже видел, «Дорога на Санта-Фе». Правда, фильм с таким названием их очень много, «Дорога на Санта-Фе». Вот это вот один из фильмов, в нем играл Рональд Рейган. «Дорога на Санта-Фе» – это фильм про Джона Брауна. Такой борец за освобождение чернокожих, который очень сильно, энтузиазм очень сильно переклестывал через край. Да. Вот он погиб. Вот. Ну, так ладно. Дело не в этом. Так вот, этот самый Рейган выступил с инициативой. Называлась это «Стратегическая оборонная инициатива» по-русски. СОИ сокращенно. А так ее пресса окрестила в киношном духе, окрестила ее пресса, значит, программы «Звездных войн». Как фильм был «Звездные войны», так и здесь «Звездных войн». Это значит, якобы, то есть теперь мы знаем, что это якобы, в Соединенных Штатах начинается разработка систем космического вооружения. Спутники на орбите вокруг Земли, на них размещены средства поражения взлетающих ракет, самые экзотические – лазеры, пучки заряженных частиц, рентгеновские лазеры с ядерной накачкой, то есть атомная бомба, взрываясь, накачивает энергии стержни, которые начинают излучать, значит, в направлении вот этого стержня, пучок рентгеновского излучения, который, значит, вот стержень направили на взлетающую ракету, и ракета от этого рентгеновского излучения разрушается, то есть отказывает аппаратура, поверхность ее нагревается, разрушается, ну и ракета не может, значит, продолжать свой путь к цели. Вот. Вот такие вот всякие вот ужасные вещи стало, стали там придумывать. наземные лазеры, в космосе зеркало вот отражается, зеркало поражает кого-то, ну, в общем, фантастика. Как потом оказалось, таким образом, значит, Соединенные Штаты, ну, Рейган в уголе их стоял, пыталась спровоцировать Советский Союз на виток гонки вооружения. Это очень, причем очень грамотно пыталась. Дело в том, что тогда главой оборонного ведомства был большой специалист по оборонной промышленности Дмитрий Федорович Устинов. А сын Устинова возглавлял институт научно-исследовательский, который назывался НПО научно-производственное объединение астрофизика, который как раз занимался разработкой лазеров военного назначения. Вот. В том числе и лазеров, которые вот могли бы поражать какие-то цели. Это получалось, что Устинову подкидывается идея, как обеспечить его сына такой первоклассной работой. Ну вот как-то вот Неустинов, ну он был самый крупный, наверное, специалист из принимающих решения в оборонной оборудовстве, не клюнул на это. Советский Союз не спровоцировался на вот создание таких вот фантастических систем оружия. На самом деле эти системы созданы не были. И много лет спустя вот так как-то Соединенные Штаты задним числом признали, что да, но это мы пытались сводить на прогулку вокруг пальца Советский Союз, но не особенно получилось. Вот такая вот система. Но гонка вооружения, в общем-то, кончилась. Знаете почему? Потому что наступил ее предел. Вот помните, я говорил про систему ответно-встречного удара. Значит, Советский Союз запустила ракеты, а Америка ему навстречу запускает. То есть Советский Союз ракеты падают на пустые пусковые установки. Уже ничего роли не играет. А Америка это как раз и добивает Советский Союз. Или наоборот. Америка пускает ракет, а Советский Союз тут ударяет. Вот какая ситуация. Ответный встречный удар. Но тут все быстро должно происходить. Не главнокомандующий, не президент или генеральный секретарь решения принимает, а робот, автомат. Появился сигнал. То есть вы подходите к дверям, дверь открывается, да? Вот он принял сигнал. Но это катастрофических последствий не будет. Если он по ошибке открыл дверь, что не вы подошли, а птичка пролетела. Или кошка подошла. А он дверь открыл. Это не катастрофически. А если вдруг баба ахнет весь арсенал ядерный, то это катастрофические последствия. Понимаете какая штука? Это должны делать компьютеры. А компьютерную программу, сколько ни отлаживай, стопроцентной гарантии, что она всегда сработает правильно, получить нельзя. Особенно в условиях, когда невозможно эту программу запустить вот, скажем так, в реальной обстановке. Ведь реальную ядерную войну Межиссара США нельзя отрепетировать. Нельзя повторить. Она произойдет однократно. Вот вы, у вас наверняка Windows на компьютере стоит, да? Может быть. Вот. Так вот, он у вас часто иногда глючит, да? просят там отправить сообщение кому следует о том, что тут возникла какая-то ошибка, да? Вот. Это вот миллионы, да? Может быть даже миллиарды компьютеров на планете оснащены вот этим вот Windows. И каждый день они работают, и каждый день находят ошибки, и до сих пор все эти ошибки не исправлены, обратите внимание. Да? Вот. А это в единственном экземпляре программа, и которую нельзя по-настоящему запустить, чтобы она везде работала. Так там ошибка на ошибке будет. Там ошибка на ошибке будет, никогда не протестируйте программу. Вот так вот и закончилась эпоха взаимного устрашения. Дошли до предела, до точки. Ну, а потом так задним числом я уж признаю вам, что ядерное оружие это была большая пугалка. На самом деле никто не знает, как на войне применять ядерное оружие, только теоретики рассуждают. А как известно, генералы всегда готовят к прошлой войне, да? А на новой войне все оказывается не так. И как это ядерное оружие применять, никто не знает. Ну, да, ну на город сбросить можно, людей-то убить можно. А смысл какой? Какая боевая задача при этом быть решена, кроме убийства людей? А война это не убийство. Это война, решение боевой задачи. Удачи вам, всех благ, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok